Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Баланс ТВ, с вами ведущий Андрей Козин и аналитический обзор новостей. Хочу представить наших гостей, кинолог Татьяна Артемова и уже известный вам по нашим предыдущим передачам Игорь Никанов, специалист по пиару, лидерству и философ. И вот последнее в нашей передаче, его квалификация будет очень полезна. А новость такова. Московские собаки научились ездить в метро и охотиться на шаурму. Зоологи изучили поведение бездомных собак в Москве и обратили внимание, что некоторые из них вполне осмысленно пользуются общественным транспортом, садятся на свои станции в поезд метро, доезжают до центра, ищут там все пропитание, а вечером возвращаются обратно. Это что касается, как уже есть такой даже термин, метропсы. И хотелось бы услышать, почему так происходит, что это такие умные собаки или нечто большее, это инстинкт или что-то за ним стоит. Когда я почитал эту новость, мне на ум пришла песня из творчества Владимира Семеновича Высоцкого, что если ты там туповат, то баба-бабом родишься, может быть и собачкой где-то. С собаками так же, по сути. Это больше зависит от приспосабливания. У них есть желание покушать, чтобы покушать, нужно что-то сделать. Этот же метод используется в дрессировке домашних животных. Хочешь кушать, сделай команду, не хочешь кушать, значит не кушаешь. То же самое с дворовыми живностями. Они, чтобы получить еду, сначала передвигались пешком по улицам, но поняли, что это не очень безопасно, потому что машины, собачьи отловы, просто люди, которым не нравятся животные, их травят, их стреляют, их всячески притесняют. И они начали искать более безопасные пути до еды. Помним маршруты, они ищут ему альтернативу. Существует еще такое же понятие, чисто философское, что есть понятие реинкарнации. Оно, я думаю, и вам тоже известно. И что в определенном месте рождаются именно определенные существа. Этот навык езды в метро, он уже есть. И вот есть ли что-то в этом, как вы думаете? Один мой очень хороший знакомый, не могу называть его имя, поскольку он в те времена работал на службы, на КГБ. Он экстрасенс, обладал определенными экстрасенсорными способностями, он умел выходить из тела и на расстоянии передвигаться, видеть, что творится в других местах. И мог видеть тонкое тело человека. С этой точки зрения, я помню, он мне рассказывал, ты знаешь, очень печально, среди наших друзей были ребята, которые занимались не очень хорошими делами, это 90-е, середина 90-х, конец 90-х. И он говорил, ты знаешь, практически все новые русские рождаются собаками в Америке. Я тогда не увлекался ведами, я тогда не знал вообще, что такое индорийские веды. Это пришло ко мне несколько позже. Может быть, как-то и он повлиял. Но вот та фраза мне запомнилась. И сейчас, когда я по радио услышал это, я сразу вспомнил о нем, что почему-то именно новые русские. А он мог видеть тела, то есть он мог смотреть на человека, который в той или иной степени уже сформировал свое будущее тело. А лишь позже я узнал, что уже изучая глубоко индийские манускрипты, Багавадгиту, где говорится о том, что в каком состоянии ума он оставляет этот мир, такого состояния бытия он достигает в следующей жизни. И что интересно, что буквально сегодня, вот я ехал в метро, он мне позвонил, давно мы с ним уже не виделись, я не знаю, продолжает ли он работать на службу, он постарше меня, возможно, уже на пенсии. И как-то мы так заговорили, я сказал, слушай, а вот сейчас ты не слышал вот это последнее? Он говорит, ну да, да, да. Я говорю, я сразу вспомнил тебя. Он говорит, ну ты знаешь, я думаю, что ты уже знаешь ответы на этот вопрос. Я говорю, это что, московские бомжи реинкарнируют или что, или как это происходит? Или американские, или новые американцы. Или новые американцы, что это такое? Мы так пошутили. Он сказал, так или иначе, видя даже вот эти все повадки, видя в интернет там красивые такие фотографии, можно видеть этих же людей в террористических телах, лежащих вот так же, и вот он сказал, мое видение такое, что да, ты сам понимаешь, что это те люди, которые прекрасно знают, и когда мы видим там голубя, переходящего по дороге, по, так сказать, зебре, мы тоже очень сильно удивляемся, потому что обычно голуби летают. Он говорит, нет, сейчас интересное время идет. Татьяна, вот по-честному, у вас это не все слишком эзотерично звучит. Это мистическая сторона. Мистическая, хорошо, но тем не менее, Татьяна, мне не хочется поддерживать ту или иную точку зрения, но тем не менее, хочется на одну проблему посмотреть с разных сторон. Но вот тем не менее, да, собака, либо животное рождается, и вот даже она не успела еще понять, где там станция Ильича, а где Динамо, например, у нее есть уже какой-то характер. Как вы это объясните? Есть характер? Кроме инстинкта, это же есть что-то у них еще? У них в большинстве своя генетическая память. Откуда она берется? Подойдется по наследству. Почему у нас есть целые семьи врачей? У людей, занимающихся определенными специальностями. Это генетическая предрасположенность. Нам это дается легко. То же самое с собаками. Если брать рабочих собак, которые работают в системе МВД, Центра Спас, у них щенки почти не обучаются, потому что у собак идет генетическая память того, что знали родители. Просто они предрасположены уже к этому. То же самое с живностью живущей во дворе. У них генетически передается понятие, что это несет опасность, что в такие места с таким-то запахом лучше не заходить. Потом они до года запечатляют все поведение. Они смотрят на окружающую себя, ставят, как они ведут, что они делают. И все это у них откладывается в голове. Собака – это единственное существо, по-моему, даже если сравнивать с человеком, оно никогда не сунется на дорогу, если увидят, что один раз сбили собаку. Человека можно сбить раз в восемь. Собака пока не убедится, что нет ни одного совпадающего с фактором с той ситуацией, никогда не сунется на дорогу. Напомнит последствия. То есть все вот эти трубки собак – это тех, которые не видели до того, что было? Да, это, как правило, такие собаки, которых чаще всего сбивают, они травятся. Это не матерые дворняжки, это метис. У кого-нибудь собачка домашняя убежала, ее повязали. И вот эти вот щенки, как правило, потому что они не приспособлены. У них ген 50 на 50. Часть мозгов от мамы, часть мозгов от папы. Там никогда не угадаешь, что и как попало. Как вы сказали, там мистики, а здесь как-то все уж не хватает, знаете, еще в нашей сейчас программе третьего специалиста, как это, инженера, или специалиста по генетике, чтобы он еще внес какую-то свою лепту. Кошка, к примеру, выходит, она заболела, выходит во двор, ест какую-то траву, выздоравливает. Кошка никогда не обучалась, ни на медика, ни еще на кого-то. Формкурс не заканчивается. Кошка не знает траву, трава не знает кошку. Но это происходит. Она берет и вылечивается. Это в большинстве своем можно даже перевести на аналог человека, на беременную женщину. Когда она в 2 часа ночи орет своему мужу, что я хочу понюхать фуры. То же самое у животных. Им организм подсказывает, что им необходимо. Они могут не знать свойств, объекта, не понимать, что этот объект из себя представляет. Нужен собаке кальций, даже домашний, она пойдет съесть стенку, возле которой спит. Не хватает ей каких-нибудь витаминок, она пойдет, ямку во дворе раскопает, пожует землю. То есть им организм сам подсказывает, какой элемент, в чем присутствует. Под воздействием каких-то импульсов, кто-то лежит, бум, глаза открыла. А не полизать ли мне стенку? И пошла к примеру. Да, абсолютно верно. Собакам проще, чем людям. Да, они в этом плане не обрамлены. Моральными устоями, принципами. Это человек подумает, купить мне детский мелок, съесть его, потому что мне захотелось или нет. А собаке ей захотелось, и она съест. Потому что так сказал организм. Тебе вот сейчас, в данный момент, необходимо сожрать вот этот фикус. Идет и жрет. Да. Кроме характера животного, собаки, есть, не знаю, у всех моих знакомых отмечает такой фактор, что хозяева похожи на собак. Либо хозяева, либо собаки на хозяева. Откуда вот это вот берется? Не подтверждает ли это то, о чем говорил Игорь? Ну, здесь в большинстве с вами играет фактор, роль того, что человек выбирает для себя. В том, есть такая поговорка, что собака выбирает человека, а не человек собаку. То есть, некая все-таки, да, мистическая связь, можно предположить, что она существует. Такой невидимый разгляд, когда мы посмотрели друг на друга и поняли, что вот, вот это будет моим, и мы будем жить мою всю жизнь замечательно. Такое действительно есть. А собаки в большинстве своем часто похожи на хозяев именно за счет того, что до года они опять-таки перенимают поведение общества, в котором они живут. У дворняжек свое общество, они вот научились кататься на метро, одни другие хочут. С домашними собаками все проще. Есть у нас ленивый папа, вечно спящий на диване, и собака, которая его любит. Ну, значит, и собака будет ленивой, вечно спящий на диване. И не будет важен фактор того, что занимались с этой собакой или нет, она всегда будет повторять поведение того, кого выбрал лжаком над собой. То есть, попросту повторение всего, что происходит. Они даже могут синхронно зевать и чесаться. Действительно, когда Татьяна сказала, что для того, чтобы собаки там поесть, ну, знаете, ну, пошел он там где-то там, нашел косточку или там гафнул на кого-нибудь, он вырунил сосиску и съел и так далее. Но для людей фактически они выполняют те же самые функции, да, сон, оборона, еда, совокупление, да, четыре функции животного. Но просто это облекают все очень, так знаете, в какие-то такие золотые тарелки, в подушки, кроватки, такие, значит, очень пышные какие-то вещи. Притом, напрочь забывая, что, собственно говоря, жизнь-то она отдается для самоосознания, для каких-то высших целей, для сознания Бога и себя в взаимоотношении. Ну, действительно, жаль, ведь мы живем и нам кажется, что мы чем-то превосходим этих животных. Но, как кто-то сказал, я уже сейчас не помню, чем больше узнаю собак, вернее, тем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. То есть, по сути, мы перестали отличаться, да, то есть, скоро собаки начнут не просто ездить на метро, они начнут уже останавливать такси, садиться, расплачиваться, каким-то образом. Ну, а обезьяны в Индии, вот если вы бывали, вы же знаете, то они могут воровать очки, потом относят торговцам, и эти торговцы потом продают, значит, эти очки на базаре, обменяют их на бананы и так далее. То есть, ну, такой, знаете, интеллект, примитивный интеллект, по сути дела, то, чем занимаемся мы, что мы что-то воруем, вот, потом это продаем, и на это живем, или меняем на что-то, да, ну, какой смысл, какой смысл. Надо вот, хорошо, что существует такое телевидение для души, которое может открывать вот это вот знание, даже на примере таких вот интересных событий, как собаки. Собаки эволюционируют как бы, а мы деэволюционируем, получается. Ну, наверное, сейчас открою некоторые волшебные нюансы. На самом деле, есть... Это же не как кинолог. Нет, просто с точки зрения науки. Есть некоторые страны, у которых уже есть собаки-водители. Не в прямом смысле слова, водят автомобиль. То есть, их научили ездить за рулем, и их тренируют таким образом для людей с ограниченными возможностями. Прекрасно есть даже в Москве собаки... Прямо как водители? Да. То есть, я перехожу дорогу, постборбос остановился, говорят, проходите сэр. Они ездят за рулем, у них свои педали, они прекрасно поворачивают. Пока они ездят небольшие участки, полтора-два километра с легкими поворотами. Но эту программу постепенно развивают, осложняют. Собаки прекрасно с этим справляются, им даже нравится. Потом взять ту же Москву. В Москве есть собаки-щипачи. Их учат подходить, миленько вилять хвостами. Пока им начесывают пузико, второй собрат подходит со спины, выхватывает сумку и убегает. Кстати, вот о щипачах Андрей Паярков. Он пишет о таком феномене, как метод засада со спины. Он пишет, активно осваиваются московскими псами. Он является сотрудником Института проблем экологии и эволюции. Тут главное определить, кто из покупателей фастфуда достаточно пуглив. Но собаки – отличные психологи. Они знают людей лучше, чем мы собак. Вопрос фабула дела такова, что человек сидит, вернее, взял булочку, стоит, кушает, сзади – гав! Булочка упала. Но не каждый бронет эту булочку. Им и вопрос, вот так ли это, и каким образом, в каких институтах эта собака изучала психологию. И не бывший ли, может быть, это парень-рекетир, который в свое время, но сейчас как-то нет у него возможности сказать, как помните в том фильме, закурить не найдется. На самом деле, они действительно прекрасные психологи. Собака всегда почувствует волнение, страх человека, действующий даже на подсознании. Человек может не знать о том, что он боится собаку, он ее будет видеть в первый раз, но собака уже будет знать, что он ее боится. Причем со спины, он же не видит собаку. Они специально подходят, чтобы не было зрительного контакта, потому что если человек видит надвигающуюся на себя опасность, он уже собирается с мыслями, сейчас эта зараза что-то сделает. И крепче держит свою сосиску. Будет спасать честно купленную булочку. Поэтому собака и подходит со спины. Они же берут все это из инстинктов. Собака тот же хищник. Да, она может пощипать травку, волки те же виноградники уничтожают США в засуху, но тем не менее хищник всегда нападает с подветренной стороны, чтобы запаха не было, и со спины, чтобы жертва не видела. Это затраты меньшей энергии, соответственно, больше часов жизни. Все просто. Они чувствуют запахи, все изменения. Поэтому таможни не может заменить собак какими-то электронными предметами, потому что собака может не почувствовать взрывчатку или наркотики, но волнение человека она всегда почувствует и обозначит его, и его проверят. И на проверке уже выяснится, что там действительно что-то было. Интересную, забавную историю вспомнил. Я был в паломничестве во Вариндауне, вернее, там мои знакомые были тоже, и они рассказали такую историю. Есть поверье, я еще так скептически... Это в Индии? Да, в Индии, во Вариндауне. Значит, обезьяны, там разные обезьяны, и вот однажды они пришли домой, и чтобы открыть дверь, они поставили сумку с фруктами рядышком, стали открывать дверь, подошла огромная обезьяна, очень спокойно взяла эту сумку и пошла. Пошла, тут вот девушка, она чуть ли не в слезах стала ругаться на него, ну не ругаться, а как бы просить его, как пристыдить, точнее сказать. И вот этот огромный-огромный обезьян, он посмотрел на нее, поставил сумку, взял одно там яблоко или что-то, поставил сумку и ушел, представляете? Так что мне вот эти собаки напомнили даже каких-то, знаете, вот действительно таких очень мудрых внутренних людей, и удивительно, что кто-то может говорить, что там у животных нет души или разума, там поразительно просто. Да, кстати. Такие утверждения. Вы вот с собаками работаете, работаете, может быть, грубо сказано, взаимодействуете. Есть у них вот нечто более тонкое, чем инстинкты? У них даже есть свои психологи. У них прекрасная тонкая душевная организация. Они умеют впадать в депрессию, они прекрасно обижаются. Хочется вас сказать, ну откуда это? Не из импульсов же. Это абсолютно нормальная тенденция. Любое существо, которое имеет хоть какую-то мыслительную деятельность, обязано просто иметь эмоциональную разгрузку. Потому что если этого не будет, срок жизни сокращается до года двух. Вы знаете, я, наверное, к вам в школу запишусь к психологу, чувствую, моя жизнь сильно наладится. Вы так рассказываете, прям действительно. С любовью. Вот просто что, любите, чем занимаетесь. Ну, в этой профессии нельзя, потому что собаки, они чувствуют негативный настрой к себе. Если приезжаешь на то же занятие с домашней собакой в плохом настроении, собака ничего не делает. Она чувствует, что за нее не порадуется, что ее лишний раз не похвалят. Ну и зачем тогда что-то делать, если тут все такие ходят печальные, расстроенные, а вдруг это моя вина? И это в любом возрасте происходит? Да. И у здорового там бульдога, и у какой-нибудь собачки там. У меня есть восьмилетняя немецкая овчарка, он до сих пор спит с плюшевым мишкой, потому что он нравится ему этот мишка. И если этого мишку убрать, он не будет спать, он будет ко всем приставать. Меня мишку украли. Как это мило хочется воскресить. Они прекрасно со всем этим справляются. У нас есть тенденция, что собаки начинают привыкать к инструкторам и впадают в депрессию, когда инструктор перестает приезжать. Не отказываются есть, играть, не встречают радостных хозяев. Все это невероятно интересно. Я даже не думал, что эта новость вылится в такую интересную беседу. И я рад, что наше телевидение предоставляет возможность действительно двух таких взглядов. Достаточно интересных. С одной стороны и с другой стороны не имеет места быть. И у наших зрителей всегда есть выбор, да, споставлять эти точки зрения. Буквально под занавес нашей беседы маленький совет. Вот от вас, как от специалистов, да и от вас, как от специалистов, но с другой точки зрения. Метро, собака, шаурма, гавка. Ну что делать? Вот так кратко, чтобы действительно у людей какой-то остался маленький. Во-первых, собаки, которые ездят в метро, они изначально понимают, что если они будут нести вред человеку, их оттуда быстренько выгонят. Поэтому собака, которая едет в метро, ее не стоит опасаться. Она сама, если будет мешаться, возьмет и уйдет. Потому что понимает, если она сейчас кого-то там укусит, в дальнейшем она туда вообще не попадет. Поэтому мы посмотрели, сделали фотографию, повеселились, там подошла, угостили и забыли. Еду, когда мы покупаем возле вокзалов, автобусных остановок, видя, что там есть разбросанная еда, значит, там уже есть собаки, там есть животные. Нужно заранее быть готовым к тому, что оно может подойти, попросить еду. Если оно совсем голодное, может попробовать отнять эту еду. То мы просто заранее купили эту шаурму, прижали ее к себе, огляделись, нет никого, и украдочкой ушли на лавочку. Потому что если мы спешим, лучше покушать дома. Совершенно верно. В любом случае уроним, пока будем убегать. Замечательный, практичный совет. Вы что скажете? Ну, я бы сказал, Коль, вы меня назвали философом, я бы сказал по-философски. Это одна из ваших квалификаций. Да. Я бы дал такой совет, прожить эту жизнь таким образом, чтобы, не дай бог, в следующей жизни не родиться, пусть даже и хорошим псом, как вот Высоцкий поет, умным, не тревожащим людей в метро, корректным, интеллигентным. Но при этом не имеющего, к сожалению, возможности заниматься самосознанием или каким-то образом развить свои отношения с Богом. Остается только развести руками, уважаемые зрители, сказать, вы все слышали сами. Я думаю, что эта передача обогатила вашу точку зрения на вот этот феномен, который мы сейчас часто видим на улицах и в метро. Хотел напомнить, что с нами были кинолог Татьяна Артемова и в данном случае философ Игорь Никанов. Оставайтесь с нами, посещайте наш сайт balans.defis.tv.ru Спасибо огромное. В эфире Добрые Новости. В наш Добрый Магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в Добрый Магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для Добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на добрый сайт тройное www.dobrodefizshop.com